Пап, я пойду поиграю? А ужинать? Тесять минуток. Пять минут. Восемь. Можно, можно. Ну, хорошо. Торгашка. У нас всего шесть минут. Ты думаешь, мы не успеем? Что случилось? Папа, папа, мой пушок, он пропал. Мы нашли его. Охренеть! Поздравляю! Кого его? Злодея, который напал на тебя. Обратился в ожоговый центр в ту же ночь. Ну, а к утру уже светил оттуда. Угу. Есть инфа, что забрал его из центра человек, по описанию очень похожий на главу службы безопасности Столярова. Охренеть! Кто это? Мущ, не тупи. Столяров. Чувак, который вывозил тебя в лес. Да нет, не может быть. Кромберг говорил, что этот чувак с нападением никак не связан. А ты говорил, что можешь перемножать трехзначные числа в уме. Перемножать могу. Но я же не говорил, что правильно. И вообще, надо позвонить Комбергу и все ему высказать. Придержи коней. Помни, что он оплачивает все наши расходы. В том числе, твой онлайн-курс по тренировке интимных мышц. Да. Откуда ты узнала про курс? Ну, двери нужно лучше закрывать. Я все слышу. Ну, вот. Сюрприза не получится. А я так хотел тебя удивить. А ты в курсе, что это женский тренинг? Конечно. Зачем тогда записался? Конечно. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Посоветуй мне хорошую комедию. Список Шиндлера. А насчет нападения? К Столярову хрен подберешься. Не наш-то уровень. У меня есть на него выход. Одна моя знакомая с прошлой жизнью. Близко его знала. И ты молчала до сих дыр? До сих пор. Каких дыр, Игорь? Прости, ты сказал про свое прошлое, поэтому я веду себя как придирок. Закройся. Я попробую через нее узнать, что ему от тебя надо. Благодарю. Сука. Мы его Пушка украли. Это ее любимая игрушка. Мы с папой Валей отправились вечером в кино. Я оставила в комнате на полке. Потом вернулся, его там нет. Весь дом обыскали, так и не нашли. Пушка мне мама подарила. Вы его найдете? А может быть он сбежал к своим пушистым сородичам в дикий лес? Пап, ты куда меня привел? Ты глупый. Не будем торопиться с выводами, доченька. Мне их рекомендовали как лучших детективов в Москве. По-моему, тебя обманули, папа. Аглая, я бы на твоем месте тоже сомневалась, но дай нам шанс. Возможно, мы сможем тебя удивить. Крис, ты чего? Ей же нет восемнадцати, меня посадят. Удивить? В смысле игрушку найти, Игорь. А, ты про это? Ну да. Доченька, подожди мне минутку. Тут по поводу денег обсудим. Хорошо? Угу. Аглая, если хочешь, можешь полистать журнальчики. Там на столике в комнате отдыха. Кроме верхнего, где на обложке тети с большими… Глазами! Я уберу. Не знаю, что из-за идиотова туда положил. Да это же я был, Крис. Послушайте, я понимаю, что это не ваш профиль, но постарайтесь, пожалуйста. Я обещал дочери, что сделаю все, что возможно. Эта игрушка слишком много для нее значит. Знаете, Тот журнал с тетей на обложке. Он там не один. Надо бы… Пап, тут полые тети целуются. Ой, бедная девочка. Без игрушки своей ей так сложно заснуть. Я по два часа на ночь считаю ей Гарри Поттера. Лучше налейте ей 100 грамм вискарика. Действует безотказно. Ну, она же ребенок. Тогда 50. Скажите, а у вас камеры по всему дому? А… Ну, мы включаем их только, когда Аглая с няней остается. А записи у нас нет. Пушка, а вы же ей подарили, я правильно поняла? Нет. А что? Просто Аглая сказала, что это подарок от мамы. Ну, да, от родной мамы. Но ее больше нет. А я… Так-так-так. Интересненький поворотик. А что вы на меня так смотрите? Вы меня в чем-то подозреваете? Нет-нет, мы просто… Понимаете, я люблю Аглаю, как родную. Я читаю ей Гарри Поттера. Ну, а какую часть? А что, это имеет значение? Ну, вот я люблю третью. Там, где темный лорд вступает в сексуальную связь с шестью маглами. Ты читала-то в какой-то другой книжке. А скажите мне, Паша вас нанял игрушку искать или за мной шпионить? Шпионить за вами. Игорь, нет, об этом речи не было. А зря. Я бы вот, например, с большим удовольствием за вами пошпионил мадам. Вы меня простите, но я больше не хочу в этом участвовать. Мне все ясно. Она убила мать девочки. С чего такие выводы? Опыт. Да, а где же ты его понабрался? При просмотре сериала «След»? Ты меня недооцениваешь. Где тогда? Я просто сказал, ты меня недооцениваешь. А так-то да, в сериале «След». Стоять! Улики уничтожайте! Вы мне? Кто вы такая? Анна Николаевна. А вы кто? Мухич. Игорь Мухич. Господин Михайлов нанял меня, чтобы вернуть украденную игрушку его дочери. И похоже, я уже знаю, кто ее украл. Вы! Игорь! Отстань от человека. Крис, как ты не понимаешь, все по классике. Убийца дворецкий. Не убийца, а вор. Я не дворецкий, я домработница. Ну вот, все сходится. Признавайтесь, зачем вам Пушок? Хотите потребовать за него выкуп? Или подарили его своей несчастной больной дочери из Гватемалы? Мне правда на это отвечать? Тогда я лучше пойду, уберусь позже. Если на то пошло, я бы на вашем месте присмотрелась к подружке Аглай, Полине Колосовой. Она часто здесь бывала в гостях, и пару раз после ее визитов кое-какие мелкие вещицы у Аглая уже пропадали. Ага. Жалкая попытка отвести от себя подозрения и сбить нас с толку. Спасибо большое. Мы обязательно проверим. Крис, как ты могла? Ты дала ей ускользнуть. Игорь, хорош. Выходи из роли. Из роли? Для тебя, Кристина, это может и игра. Но для меня это жизнь. Пусть маленькая, пусть несовершенная, но я живу ее с гордостью. Это из какого-то фильма? Ага. Не помню из какого. Если честно, дальше тоже забыл. Нам сюда. Я правил. В этой школе занимается подруга Аглая. Сейчас у нее будет тренировка. Это отличный шанс допросить ее без родителей. Игорь, мы можем допрашивать ребенка без родителей? Не ссы. У меня есть план. Никто не пострадает. Когда ты так говоришь, кто-нибудь обязательно страдает. Просто подыгай мне. Игорь, только без всякой хрени с латиноамериканскими именами. Ты меня понял? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Пабло, а это моя жена Августина. Мы подыскиваем для нашего сына Хорхе балетную школу. Ему семь лет и он открытый гений. Можно у вас тут осмотреться? Да, конечно. Я вам все покажу. Пойдемте. В этом зале у нас занимаются младшие группы. Чудесно. А мальчики к вам ходят? Скажите, не хочу, чтобы Хорхе чувствовал себя одиноко. Мальчиков, честно сказать, у нас всего двое. Вполне достаточно. Мы же не хотим, чтобы они устроили эту групповуху, да? Дорогая. Гэнг-бэнг. Пойдемте дальше? Пойдемте. Отвлеки ее пока. А я тут… Нет, один ты с детьми не останешься. Сергей, ну мы же… Здравствуйте, девочки. Я ваш новый тренер по балету Игорь Валерьевич. Здравствуйте. Вставайте возле этой палки и делайте что не балетное. Давайте, делайте папа диплиес. Быстро, быстро. Ап, ап. Мы не знаем, что такое папа диплиес. Вы что? Это же азы. Как можно не знать основы? Повторяйте за мной. Ну, погнали. Быстро, вместе. А ты, девочка, тебя же Полина звать? Иди сюда, дам тебе индивидуальное задание. Издавайся, милкая. Ты у Аглая украла плюшевого ежика. Что? Вот еще надо мне. Зря ты так. Я ведь могу сделать тебе очень плохо. Будешь отпираться. Я скажу всем твоим подругам, что ты по ночам писаешь в трусишки. Слышь, ничего не писаешь. Может и нет. Но, слушаю, пойдет. А, девочки, а вы знаете, что Полина по ночам… Стой, стой! Продолжайте. У вас отличный папа диплиес. Ну? А здесь у нас кафетерий. Родители пока ждут своих деток, могут попить кофе, перекусить. Спасибо большое. Мы с мужем подумаем. А где ваш муж? Я правда не брала ее ежика. Мы с Аглой поссорились вообще-то. Я давно у нее не была. Но я кое-что знаю. Моя мама дружит с тетей Валей, но у мамы Аглая. Я слышала, как тетя Валя говорила моей маме, что ее очень бесит Аглая. Бесит, что она постоянно болтает и болтает про свою первую маму. И папа про нее все время напоминает. Так бесит, что даже… О! Ты в порядке? Он тебя трогал? Что? Ну, скажи им, я же не трогал. Может и нет. Но слушок пойдет. Какая коварная девочка. Надо сказать Хорхе, чтобы он с ней не общался. Значит так. Это был последний раз, когда мы изображали супружескую пару. Но… Последний раз. Я даже воображать тебе это запрещаю. Воображению не прикажешь, Кристиночка. Зато можно внушить. С этого момента, когда ты будешь представлять меня своей женой, тебе будет являться Фенрир. Гигантский волк из Асгарда. И будет откусывать твои яйца. Вот и не работает. Ой! Ай! Ну так, не то что откусил, взбодрил немного. Итак, Полина Пушка не трогала. Получается, нет. Ой! Но слышала, как мачеха Аглай бесится, что та вспоминает свою родную мать. Да. А Пушка ей как раз подарила. Мама. Ага. Ну вот и мотив. Избавиться от игрушки, как от напоминания. Или как от свидетеля убийства. Ладно. Теперь как-то нужно вынудить мачеху признаться в этом. Слушай, если мы сейчас, если мы все-таки раскроем это дело, Столяров же опять пришлют кого-то за мной. Я работаю над этим. Сегодня моя подруга с ним встречается. Фух. Кристиночка, ты богиня. Я тебя просто… Феня. Феня хорош. Феня. Фу. 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 Феня… Хотя… У Гугл хорошенький тот третий. Он вообще такой милашка. Алло. Валентина, мы знаем, что это вы избавились от Пушка. У нас есть доказательства. Да вы кто? Теперь это какой-то спам. Надоели уже. Убедилась? А откуда у вас эта запись? Я злостный китайский хакер. Давно взломал ваши камеры и наблюдал за вами. Если не хочешь, чтобы твой муж обо всем узнал, положи на этот номер тысяч рублей. Нет, лучше две тысячи. О, две тысячи. Да, хорошо. А вы как-то гарантируете, что он не узнает? Алло. Нет, он не гарантирует. Попалась? Никакой я не китайский хакер. Да и запись-то фейковая. Теперь ты ответишь за убийство ее матери. Что вы такое несете? Но в Америку сбежал своим хахалем. Я должен был рассмотреть все версии. Куда ты делала, Пушка? Ну, я просто хотела… В моем гардеробе. В коробке из-под обуви. Собирай свои вещи. Теперь общаться будем только через адвоката. Ну, Паша, ну так же нечестно. Из-за какой-то дебильной игрушки. Ну, котик, ну я же люблю тебя. Ну, Паша, ну ты что? Ну, я же… Я неплохая. Я читала и Гарри Поттера. Это аргумент. Может быть, дадим ей второй шанс? Не хотим. Да. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо за Пушка. Вообще-то, после инцидента в балетной школе мне запрещено подходить к детям. Ну, была не была. Спасибо. Тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, что, есть вести от твоей подруги по поводу Столярова? Нет, они не вчера сейчас встречаются. Сергей Викторович, к вам Кристина. Пусти. Привет. Неожиданный визит. Столько лет спустя. Начальник, тут, короче, какие-то малявы пришли. Куда бросить? Поможешь? Ну, ты в натуре, начальник. Лучше сам. Это личное. Но могу дать совет. Если хочешь скрыться, надежнее по руке. Ты же не хочешь харакири себе делать. Да нет, это не то, что ты подумала. Это жертва любви. Причина не важна. Но всегда лучше это делать в ванной. Надежнее. Да нет, мне грудь надо побрить. Ты что, на больничку загремел? Присядка сердца? Нет. Я просто люблю Крис. И это, по ходу, не очень взаимно. Но я и подумал, чтобы она всегда была со мной, сделать татуху на груди. Крис в полный рост. Мастер говорит, что можно сделать так, будто она у меня на животе, как на горе стоит, и типа в ущелье. Шеф, не хочу каркать, но у тебя условка. А прикинь, ты загремишь в места не столь отдаленные с таким портаком? Алистантов будешь пользоваться популярностью. Блин. Может, просто лицо набить? Суть и не меняет. Ты этим еще их больше разодоришь. А остальное адресует фантазия. А с ней у них проблем нет. Лучше отменить. Но я уже мастера вызвал и предоплату внес. А набей на пальцах, Мухич. За сотку это не кажется выгодной сделкой. К тому же никак не напоминает о Крис. Ой, вот эта красивая. Ее обладатель – пассивный гомосексуалист. Может, клоуна с шариками? Ты что, убил полицейского в Бразилии? Нет. А судя по рисунку, да еще и тело расчленило на количество шариков. О, прикольная балканская тату. С этой тебя полюбят сербы и возненавеют албанцы. Ты хочешь на море в отеле встретить албанца? Ну, блин, каждая тату что-то означает. А бабке жалко. Набей Сталина. Беспроигрышный вариант. Ты что, меня деда репрессировали. Походу, Кольщик пришел. Наколол? Купола? Сюда сборный крест с иконами? Когда любишь человека, можно выдержать любую боль. Начальник, это же роза бомжей. Ты же за ЦСКА вроде болеешь. А Боярский за Зенит. И? Вот я подумал, кто мне напоминает Крис? Конечно, Констанция. Такая же статная, красивая. Но ее тоже колоть нельзя. И тогда я подумал, а кто мне напоминает Констанцию? Тысячи чертей. Вуаля, графиня. То есть, когда ты смотришь на шляпу Боярского, ты видишь Кристину? Ну, да. И мне ничего не угрожает на тюрячке. Резонно. Главное, не нарвись на гвардейцев кардинала. Нет, это же хана. Все равно через месяц смоется.